Приветствую вас! В основе ревности лежит ряд факторов, как то. Неуверенность в себе, отсутствие личных границ, разграничение ответственности. Вот. Значит, страх одиночества, страх остаться одной, отсутствие смысла своей жизни, то есть, собственно, нереализованности. Да? И в вашем случае это маня величия. То есть, это вот возвышение себя над другими. Да? Просто вы, по моему, по важному мнению, вы центр вселенной. Вот. В этом вас нужно не переубедить даже, а понять для чего. Для чего вам думать считать, что вы центр вселенной. Вам это для чего-то нужно. Так вы себя защищаете. Опять же, принадлежность людей, да, именно принадлежность, принадлежность, принадлежность людей, она полностью исключает какую-либо возможность построить отношения с людьми, людьми, такую адекватную, потому что люди это не вещи, и принадлежать они не могут, не могут. Ну, вот. Так что, работа с личными границами и ответственностью, это то, что вам необходимо. Вот. Дальше, как быть, чтобы что? Да? Работать с потребностной сферой, понять, какие желания вы пытаетесь реализовать, для чего вам люди вокруг вас. Наполнить вашей жизни смыслом, поработать с личной ответственностью. Вот. Детско-родительские отношения, проработать там и вся. Явно они выстраиваются, ну, выстраиваются не совсем по здоровой истории. И дело здесь, ну, совершенно не в том, что вы, дело здесь совершенно не в том, что вы один ребёнок в семье, дело здесь совершенно не в этом. Вот. Дело здесь, скорее, немножко в другом. Вот. Дело здесь в том, что ваши отношения с водителями в целом являются не совсем корректными просто. Ну, просто, просто не совсем корректными. Они вас воспитали, они дали все ценности, которые они вам дали, эти ценности, они являются деструктивными, к сожалению. Вот. Потому что вам это вредит сейчас. И те моменты, те мысли, которые у вас, по этому поводу, есть, они также в корректировке. То есть, это работа и с когнитными установками тоже. Вот. Ну и, в общем, правильно сказал мой коллега. Личностный рост – это то необходимое, что вам нужно. То есть, психотерапия вам рекомендуется. Вот. И работа над теми проблем, которые я указал очень. Вот. Я так думаю, что вы просто не представляете себя без других людей. Я так думаю, что вы просто считаете, что если вам все внимание не уделяют, значит, вы не нужны. А, как бы, находиться наедине с собой, вы не привыкли. Вот. Не привыкли, не можете, не умеете, боитесь. Может быть. Может быть. Вот. Отсюда, соответственно, соответственно, и сложность такая. Вот. Ну, при желании. При желании. Это все, в принципе, корректируется. Вот. При желании. А, при желании, это все, ну, скажем так. При желании, все это, ну, выправляется при желании. Вот. Вот. Будем говорить таким образом. Вот. Главное, чтобы у вас было это желание работать. Работать в этом направлении. И я полагаю, что все будет хорошо. Вот. Такая история. Такой момент. Я надеюсь, что вам это полезно было. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Такая часть. Спасибо за это. baяra.